Из Японии, а на ваших экранах кубинская дзюдоистка Амарили Савон. Бронзовая призерка чемпионата мира 95-го года и также бронзовая призерка олимпийских игр в Атланте. С самого начала именно эти имена назывались как участницы канала. Смотрите, какой сосредоточенный взгляд у Японки. Такое впечатление, что она вот видит перед собой вот образцов и сделает все возможное, чтобы именно его сделать. Очень опасно. В опасном положении сейчас японская дзюдоистка кубинке. Нужно захватить руку, что в общем-то ей уже сделать удалось. Но надо было, конечно же, попытаться перевернуть на спину соперницу, а не ждать команды Матэ. 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 мне не было возможности мотивировать свое падение тем не менее смотрите она продолжает бороться сдается я думаю потом мы увидим повтор этого момента юка ведет самура вы поняли вот пока вы тут подопечную кубинский тренер не надо спешить ох как она да но переворотов партре вида не оценивается но надо было конечно продолжать переходить сразу на болевой да вот так вот прямо со стойки начала делать полевой но не очень хорошо подготовилась очень напряженные напряженный поединок такая оценка сши до затягивания соперницу партнер это запрещенное действие ну что ж немножко сократило отставание теперь им нужно продолжать атаковать и вот просто одновременно начали делать один и тот же бросок спортсменки и ни у одной не вышел вы видите как затягивает обратно на татаме в центру подтягивает чтобы и странно почему судья дал команду маты в общем-то движение были в поединок не останавливался а 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 практически без подготовки тамура начинает бросать она понимает что хорошего захвата и все равно не дадут сделать Выигрывать надо. Преимущество слишком минимальное. К тому же, если она продолжит пассивную борьбу, то ей дадут второе замечание и будет уже счет равный. Кубинский тренер настаивает, чтобы сейчас дали повторное замечание. Судья другого мнения. Схватка продолжается. Остается всего лишь 17 секунд. Ну что ж, Кубинский джудаистский надо бросать на последние секунды. Пора, пора. Не нужно долго готовиться. 8 секунд. Нет, не тот бросок. Все. Огурченные болельщики. Савон и радуются поклонники Риоко Тамуры. Она получает золотую медаль чемпионата мира 97-го года. На втором месте Амарелис Савон, представляющая Кубу. Сразу фотография. Журналисты и фотографы сразу окружили Тамуру. Ну вот давайте посмотрим. Вот мне интересно, покажет нам первый, самый первый бросок. Да, вот видите, как сильно ударилась стреловой. Я думаю, даже на какую-то, ну может секунду, долю секунды она потеряла контроль. Ну что ж, вы слышите, уже объявляют... Привет.